Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Все Китай. Ну что ж, буквально пару минут назад закончилась презентация новых смартфонов от компании Redmi. Да, это Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. Капец, какое очень длинное название. Так что советую вам присаживаться поудобнее, брать печенюшки, вкусняшки или просто чайок. И давайте же посмотрим на данные суперновинки от компании Xiaomi. Ну, точнее, от компании Redmi. Потому что данные смартфоны, я думаю, вы точно ждали. Но, друзья, акцентирую внимание. Это индийская презентация смартфонов. То есть, нам еще с вами надо ждать китайскую презентацию. Ну и, конечно же, потом, попозже будет глобальный запуск данных смартфонов. Ну и, конечно же, стоит сказать спасибо моим соседям, которые сейчас пользуются перфоратором. Начну с того, что Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max – это абсолютно два одинаковых смартфона. То есть, различий, по сути, нет никаких. Если вы возьмете данные смартфоны в руки, то это два абсолютно одинаковых смартфона. Потому что разница кроется только в мелочах. И то, некоторые данные мелочи, ну, вообще несущественные для некоторых людей будут. Ладно, дизайн смартфонов мне понравился. Потому что мы уже с вами видели различные рендеры Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro. И, в принципе, мы знали, что сзади нас ждет квадратная камера. Но дело в том, что она выглядит хорошо. То есть, это не просто, как бы, четыре модуля, расположенных так, квадратом. Нет, у нас есть и подиум, и даже место под вспышку. И выглядит это все, ну, более-менее адекватно. В любом случае, лучше, чем в Huawei Mate 20. Скажем так, свежо. Ну, более-менее свежо. А вот с фронтальной части вообще вкусняшка. Потому что вместо данной капли нас ждет отверстие в экране. Но оно расположено по центру. То есть, это первый смартфон от компании Redmi, или от компании Xiaomi, у которого отверстие под фронтальную камеру находится по центру. Не в углу, а по центру. И это очень даже хорошо и выглядит нормально. Торцы смартфона, как и в Redmi Note 8 Pro, выполнены из пластика. Тут, ну, все по канонам, скажем так. Ну, и, конечно же, задняя крышка выполнена из стекла. Корни горилла глаз. И это хорошо. Сканер отпечатков пальцев переехал на торец. И знаете, это максимально удобное расположение обычного стандартного сканера. Короче говоря, тут обычные стандартные материалы корпуса. Ну, и, конечно же, дизайн мне понравился. Да, подвороток, к сожалению, будет. Но, ну, без этого никак. Ну, что ж, а вот теперь быстренько пробежимся по характеристикам. Потому что оба смартфона получили IPS-матрицу на 6,67 дюйма с Full HD Plus разрешением. 6 или 8 гигабайт оперативной памяти получила версия Note 9 Pro Max. И 4 или 6 гигабайт оперативной памяти получила обычная версия Note 9 Pro. Оба смартфона получили быструю встроенную память UFS 2.1 до 128 гигабайт. Процессор. Ну, что ж, Note 9 Pro Max и Note 9 Pro получили Snapdragon 720G. Да, это новенький 8-нанометровый процессор, который, по сути, показывает плюс-минус уровень Snapdragon 730G. Смартфоны получили большую банку на 5020 мАч. Но, если супер-версия Note 9 Pro Max получила быструю 33-х ваттную зарядку, которая идет в комплекте, то вот обычная версия Note 9 Pro получила, друзья, 18-ти ваттную зарядку. Хотя, скорее всего, опционально. Обычная версия Note 9 Pro поддерживает 33-х ваттную зарядку. Ну, и последнее это камеры. Note 9 Pro получил фронталку на 16 мегапикселей, а вот Note 9 Pro Max на 32 мегапикселя. Оба смартфона получили квадрокамеру. И, в принципе, здесь абсолютно одинаковые камеры. Но только самый главный модуль здесь разный, потому что версия Note 9 Pro Max получила 64-мегапиксельный модуль от компании Samsung. А вот обычный Note 9 Pro получил 48-мегапиксельный модуль от той же компании Samsung. Оба смартфона получили ширик на 8 мегапикселей, макромодуль на 5 мегапикселей, а также 2-мегапиксельный модуль для размытия заднего фона. Из мелочевки можно отметить Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5-го поколения, а также здесь полноценный большой лоток для сим-карт. Ну и, конечно же, про инфракрасный порт, а также про разъем для наушников никто не забыл. Ну что ж, вот такие вот, друзья, смартфоны сегодня представили, а также отметим, что про NFC вообще ничего не сказали, потому что это сугубо индийская презентация, то есть смартфоны для индийского рынка NFC не получили. Так что ждем китайскую презентацию. А также отметим, что обычный Note 9 нам не показали. А также, друзья, я более чем уверен, что на глобальном рынке не будет продаваться Redmi Note 9 Pro Max. Точнее, сам смартфон продаваться будет, но называться он, скорее всего, будет просто Redmi Note 9 Pro. И все, потому что это, скорее всего, нейминг для Индии. И все. Ладно, я вас конкретно запутал, а вот теперь давайте поговорим о стоимости смартфонов. Ну что ж, Redmi Note 9 Pro в Индии будут продавать за 175 долларов. Это версия 4.64. Довольно-таки заманчивое предложение. Вот Redmi Note 9 Pro Max версия 6.64 будет продаваться за 201 доллар. А вот SuperTOP 8.128 будут продавать за 250 долларов с копейками. Ну что ж, если подвести итоги, то я могу сказать так. По сути, это тот же Redmi Note 8 Pro, только на процессоре от компании. Qualcomm и у него слегка увеличилась банка. И все. Прям кардинальных изменений не произошло. Да и производительность у них будет плюс-минус одинаковая. Хотя в некоторых задачах даже Helio G90T будет поинтереснее. Единственное, в чем он проигрывает, это в энергоэффективности. То есть, Note 9 Pro и Note 9 Pro Max будет жить гораздо дольше, чем Redmi Note 8 Pro. Это факт. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, данное видео вам понравилось. А вы свое мнение о новых смартфонах от компании Redmi. Пишите в комментариях, как вам данные новинки. Крутые или же вы ожидали чего-то другого? Я могу сказать так, компания Redmi, компания Xiaomi в очередной раз она заманивает неплохими характеристиками и просто мизерным ценником. Потому что, блин, 175 долларов. Snapdragon 720G. Банка на 5000. Блин, почему бы и нет? Охрененный дизайн. Короче, как всегда, в очередной раз компания Xiaomi молодец за минимальные деньги предлагает максимальный фарш. Ладно, с вами был Димон, канал Все Китай. Всем удачи, всем пока. Ждем китайскую презентацию, ждем глобальную презентацию и будем заказывать данные смартфоны на обзор. Ладно, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok